это у нас чернобаев так почему я его сейчас первые фотографии у меня таких фотографий привет я надеюсь вы меня слышите а уж чернобаева любую даму очарует своей аурой своей какой-то энергетикой ну не мужика это ну конечно для меня он всегда был как художник небожитель так иногда спускался на землю к нам грешным вот а потом помните я высмеял не высмеял нет я по-доброму пошутил когда на 15 тысяч сам же меня похвастался эти же груш продал на рынке куда деваться небожителям тоже кушать хоть через раз но надо а почему я эту фотографию разместил я что хочу то делаю но с умом значит приходит письмо вот я вам потом покажу я не всплываю все а там написано железу конечно молодец сад его ой какой у сад запущенный весь в этих морозобойных а зато у друга сад идеальный представляете здорово вот это все что он носит это все с моих этих черенков он выросил молодой сад перспективный все прекрасно теперь все я ушел на второй план значит это теперь смотрите я свое покажу я не стал обижаться вот это но я эту историю рассказал о лене и лене савинич вот и мы недавно это было позавчера мы ходим по моему саду и любуемся я специально я никогда не стесняюсь это видите растет рядом я показывал яблони да хотел ей подарить переростки подарил но эту не стал почему я еще жду ему уже раз два три четыре пять лет пять лет этот яблони ждет когда его место освободит этот королевский абрикос а плоды помните лене саду кто гробовая сами себя переплюнули вот и получилось это самое что что они хочет умирать уже вот такой а что мне делать вы посмотрите я уж угощал лене саду с него этими абрикосами угощал вкусное правильно еще скажите что вкуснее не ели в жизни попробуйте сказать что ели и вот что получилось друзья значит как я могу убрать а фотография же не когда я хожу по саду все видят но есть одна вещь который вот этот товарищ можно назвать критиком ну немножко такая знаете где-то какая-то немножко брезгливость в его письме ничего обидного там не было меня обидеть то невозможно как почему я сам на побеждать и все лето все весну в это же это самое это же не просто хочет сотрудник практика проходила железова случай один на миллион и вот получается ну-ка скажите теперь вот листья лежат да они уже давно упали вы когда все лето ходили вы на моих абрикосах на молоденьких 2 3 4 вы на 30 летних хоть одно пятнышко видели гриба не вот эти вот грибы потому что вот они это деревья изувечены мною за 30 лет допустим где-то последние 20 ну вот все 30 они старше 30 где-то с них было взято но если так по 30-40 среднем 30-40 среднем даже около 1000 серенков уродовал калечил выживал выживал как все хоть одно пятнышко ну-ка она вот ваши глазки прикрыли красиво откройте пожалуйста скажите людям улыбается видите красивый девушка вот значит видели хоть одно пятнышко а еще три прибавок видели молчите значит не видели хоть одно пятнышко гриба это при том что это считается что абрикос в нашей россии не может без грибов не может обязательно листья гнилые вот так вот и вот что теперь он заметил этот товарищ так что деревья старые битая мороза мной изувечены заметил ну и что кстати у чернобаева городская зона у нее теплее не намного но на 2-3 градуса это разница гигантская на 2-3 градуса ну что разобавились всем товарищем вот теперь она меня фотографирует теперь моя очередь вот этот следующий это особый абрикос это моё первое дерево которое раздобыл академика вот с него тоже не меньше тысячи черенков взято изуродовано было и интересно еще что когда ему было 10 лет и ко мне приехала телевидение а она моложе это им было лет 5 она дала первые два плодика вот эти плоды теперь знает вся россия все мошенники почему сейчас вы знаете вот значит и приезжает телевидение и висит вот эти два плодика я запомнил мне память избирательную эти два плодика и я им говорю берите на этом дереве одна сухая ветка а морозы были под 40 а после этого было еще и за 40 наверное это дерево умрет и не сглазил а она взяла и нет и до сих пор жива и даже посмотрите случайно видите вот эту веточку вот она поперёк поперёк да видите она наперёк угодится вот хотите такое чудо ну не с каким достанется тут же веток мало осталось она бедная несчастная посмотрите что творится вы можете посмотреть что вот это вот вот это вот видите это самое потряс вот эти вот пупыршки там споры грибов но избави боже взять щетку и вот это все продрать вот там ниже будет у нас тема в стороне дураков кипела работа вот еще не наступил рассвет в общем вот этот товарищ обманулся даже на этом дереве это один у меня таких много нет немного но 10 20 глубоких стариков таких знаете вот я их на пенсию не отпускаю я опять ветки отрезаю опять с них собираю плоды вот те самые помните вот ничего не изменилось и ни одно пятнышко вы представляете а теперь еще раз посмотрим вот это первый был урожай два штука так а это просто прикол это знаете сотня интернет-магазинов которые торгуют южной дрянью дровами и ну и в том числе отечественные питомники свое продать надо а своих же нет этих настаивать таких крупных абрикосов и быть не может и вот тогда они берут и дают команду к этому как он называется компьютерщику и он рисует мелкие мелкие вот они рисуют бабочки видите а это бабочки такие на их фоне вот это уже выглядит как 200 300 гробовая то есть бабочки неспроста ну и потом замаскировали вот эта фирма причем смотрите теперь это не моя фотография вот она продажа растений видите как здорово а вот это вот фотография как ее называть подлинник вот она съем все пошло ну ладно посмотрели теперь немножко а теперь давайте будем учиться тоже смотрите вас ничего не смущает абрикос как абрикос видите это мне прислали фотографии и причем мне садовод сказала так вы не обратите внимание тут сверху насыпал то есть она значит противник перекапывания но она не перекопала этого не луча своеобразная ладно но это не было отвлекаться будем отвлекаться вот сюда это будет отдельный разговор видите что снизу растет она это заметила но это очень важный момент сейчас объясню важнейший возниче на который внимание не обращать 100 авторов листа скажет отрежьте вырежьте так нет я 101 или 1000 первых а возможно и миллион первый это же сказал не трогать и докажу пока знает только одна или на самом совете вот смотрим дальше ничего не заметили ну ладно был посажен ну ладно прошло лето он не умер смотрим дальше второй саженец этот мне больше нравится а теперь читаем письмо кстати вот тут уважаемая садовод сейчас все фамилию не помню сейчас не вспомним раскопайте немножко сгнить может и так письмо наталья ефимова это моя статья как сказать давнишняя дружба вопрос такой надо ли можно ли обрезать абрикос на второй год если вот посадки обрезки не было то есть хотя она моя ученица она умудрилась при посадке не обрезать что она дальше пишет пости почему спрашиваю знаю мою любовь к абрикосам друзья подарили мне весной саженец из местного питомника трюк северный сайт какой чудо с местного питомника еще и это и не умер вот сюда с места они этот не интернет магазин с италии называется трюк северный у меня ростом ух ты я с виду то мне кажется что такой аж может быть он покуплен был с его ростом ну ладно посмотрим дальше когда сняла снизу черный пакет хотелось плакать это часто эта фраза корни были жестоко обрезаны вот делать нехрену я всю жизнь этого удивлялся и буду удивляться искусственный штамп весь в буграх от удаленных побегов то есть она обратила внимание кстати он не маленький россию ростом просто так снят под большой и конечно тем кто продавал показала что вот эти ветки не нужны еще тут почему-то им не нужны оказались ладно идем дальше это интересно очень будем будем разбираться итак искусственный штамп весь буграх от удаленных побегов удалить боем руки по локоть ну посадил страдается как учили яму не копала поставила на дерн корневину дала горку насыпала а вот обрезать кайф было жалко вот это жалость она и приводит а потому что на садовне именно жалость вот так как были кончики веток слегка укорочены слегка ругая теперь себя очень долго он себя приходил заземлялся по короче фактически он не рос посмотрите теперь вспоминаем позапрошу вебинар вот тут я отрезал вот тут вспомнили да и мощнейшие ветки правда снизу но это еще лучше вот чувствуете разницу не обрезаны и этот год потерян он фактически не рос вот под дал побег но теперь-то вот попадает под нож по весе по железу то есть за год потеряем смотрим дальше так долго все приходило правильно не обрезаны заземелся позади сейчас уже 20 октября зеленый стоит тоже плохо прирост небольшой совсем одна ветка 25 см остальные еще меньше и от основания ствола два побега пробились внимание это особый случай два побега пробились мне это бог дает возможность с вами разобраться так чтобы вы не повторяли чужих ошибок и чужую науку а верху сейчас так лысого ствола можно ли теперь весной обрезать и седата сколько про вторую фотографию потом попозже и так до доживет до весны сейчас трогать ничего нельзя укутаешься преет вот если но некоторые мудряются допустим но ясно он не то чтобы больной но он больноватый скажем так вот для октября может быть и нормально что он начинает желтеть листья вот они кстати вот он гриб которого не найдете вот они грибы на листьях на моих не найдете вот но еще не вечер еще не потерян все-таки местный питомник может быть у них есть даже маточный сад если они сами не перекупщики отрезать будете вот здесь смотрите я надеюсь видно курсором то есть ровно на половине вот здесь и вот здесь не жалея выпустит корни залечит раны типа пойдет расти вот так вот я вам скажу вам нужен раскидистый саженец вот можете немножко пожалеть потому что вот например сергей железа вот тут бы отрезал выше и вот на этот побег бы отрезал вот так бы укоротил истина между этим и этим потому что еще неизвестно как сказать какой он выйдет весной вот представим мы говорим друзья давайте я вот тут отрежем приходит весна а он допустим резать сразу нельзя весной ждите зазельеет почки только смотрите сухо 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 и молите бога чтобы где-то здесь что-то проснулось такое случается чаще всего почему как может этот участок выжить если вот здесь раны сплошные вот здесь сплошные раны а если за 30 я уже не говорю за 40 там все-таки вы живете кстати где вы живете а я выдрился Наталья вы меня простите мы давно знакомы я сейчас не помню где вы живете вот тут память подвела ладно в принципе поняли ждем весны слегка зазельеет почки будет видно где отрезать и молите бога чтобы он вообще проснулся второй саженец вы два прислали для сравнения на второй фотографии саженец абрикоса вероника полученный прошлой осенью от Антона Сафронова ростом больше 5 литрового бутыль а прирост 2 шикарный ну да что сказать разница огромная ну а что вы хотите Сафрона видели вот это прирост у нее один побег 25 сантиметров а сравнить надо так если вот он был вот такой вот а веток не было то вот тут метр метр еще пол еще пол метров 3-4 приростов в сумме сравнили вот только еще раз говорю раскопать вот это место вот теперь а надо ли его обрезать в принципе он пропорционально сложен в принципе он может дальше расти но я вас уверяю что у него все таки может потом оказаться знаете как бывает я таких нагляделся в поселке Майна когда то там был центр садоводства и без меня там абрикосов было что-то не в каждом дворе а их никто не обрезал люди не знали такого слова а он посадил посадил он потом вот так вот раз шатрон а вспоминайте у этого у Бориса Борна я показывал вот так вот и до самой земли вот таким уклоном вот здесь будет то же самое если он это самое нормально будет развиваться поэтому в таких случаях два варианта все таки не трогать от греха вот если все таки обрезать вот этот можно обрезать где-то на половину и центральный на одну треть он будет более компактный у него тогда увеличится он станет хиловатенький тонковатенький если вот так вот тут отрежете половину скажем от центрального побега и вот этот еще тоже как бы выделяется он станет чуть-чуть потолще немножечко вот так и вот этот еще раз говорю если я говорю резать я бы отрезал еще ниже вот тут а потому что я бы с этого побега еще пара черенков с это самое на других бы перенес нет абрикосов на что угодно только бы вот это не выбрасывать так все долго говорю так ну разобрались с Натальей Ефимовой добрый день меня заинтересовали абрикосы Светлана Федунова можно заказать у вас косточки абрикосы и саженец трехлетний сорта королевская напишите цены на косточки саженец понятно что это уже наше личное дело саженец цены на косточки я уже говорил что у меня практически закончились буржай был слабый этих самых крупноплодных абрикосов много манджурцев сыновей много сеянцев амура много амура этих самых а совсем немного осталось серфимов и еще приличного артема все поэтому это просто общее раз уж всем говорю кто еще надеется заказать заказывайте сейчас потом еще меньше будет теперь так саженцы к Сергею а почему я вот это выделил дело в том что Сергей не сможет продать трехлетний саженец королевский как так Сергей как лучше питомник ходят сами выбирают сразу в этом саженец где-то такое видели лапши то никакой нет даже нечего суп сварить а трехлетний абрикосов покажу Лена Александровна привет дочка вот это вот пишу без полива опрыскивания и подкормок Лена Александровна я уже не первый раз в этот раз мы здесь не обиделись по крайней мере глаза мне не уцарапали когда я сказал что я вас использую вот что мерил савинничек вспоминайте этих самых тогда я сенцы мерил тогда им было сколько четыре с половиной года а они были в три раза выше вас я сказал что три савиннича ну и все ладно а то в следующий раз глаза вы уцарапали хоть вы для меня и дочка так без полива опрыскивания и подкормок а теперь попробуйте купить у Сергея вот такой савин на третий год он их уже выкапывает потому что их дальше невозможно держать на третий а этому три года исполнилось ну три лета три лета ну че вот видите в чем дело а почему они не надо трехлить вот я еще раз говорю по очередной раз самые лучшие однолетние а они же как вот этим многочисленным учителям но они не настоящие учителя потом еще раз покажу на чем они прокалываются они настоящие учителя но они говорят так самые лучшие сажи это как правило продать за год не могут или у них вырастает первый год вот так высенький они вынуждены еще год расти самый лучший двухлеток а для меня самый лучший однолетний самый лучший однолетний даже не самый крупный они годовалые у Сергея вот такие бывают а бывает и в половину меньше но корни лучше сохраняется и меньше обрезать надо и они получается что а двухлетний уже хуже трехлетний хуже и десятилетний который стоит 25 тысяч рублей его надо сразу на костер вот или в овраг куда-нибудь понимаете а он 25 тысяч стоит десятилетний вот эта вот разница рассчитана только на дураков вот поэтому Светлана я вам то же самое писал если хотите услышать мое мнение я же не могу так словами не могу мне надо вот так вот поговорить поежничать про костер вот поэтому я надеюсь вы меня слышите и больше никогда не будете заказывать трехлетний королевский вообще вообще а уж у Шерезова тем более вот все ну ну